В эфире каналы России итоговая программа событий недели. В студии Ашемес Пхешхов. Доброе утро. Стать лидерами в России по развитию овцеводства. Такую задачу ставит перед Карачаево-Черкесией совместно с группой компанией ДМТ руководства республики. В поселке Ударное Прикубанского района осталась закладка первого камня нового предприятия. В церемонии принял участие руководитель региона Рашид Тимрезов, председатель совета директоров группы компании Даматэ Наумбабаев и генеральный директор компании Рашид Хаиров. Алла Динаева подробнее. В поселке, названном в честь ударников гидростроителей, произошло масштабное событие, которое послужит началом развития животноводства республики в целом. Закладка первого камня строительства нового предприятия по откорму овец группой компании Даматэ. Мы поставили одну задачу стать лидерами по овцеводству в Российской Федерации. Я думаю, мы шаг за шагом к этой цели, к этой планке уже сегодня двигаемся. Надеюсь, у нас эта работа будет только все дальше и развиваться. Главное, что у компании четкое понимание того, чтобы поддержать местные крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства. Я думаю, эту работу мы также совместно и продолжим. География деятельности Даматэ охватывает несколько регионов. Пензенская, Тюменская, Ростовская область и Северокавказский федеральный округ. Сердце этого проекта будет находиться здесь, в Карачаево-Черкесии. Это действительно наш мясокомбинат, который сейчас в активной фазе инвестиций, в общий объем которых составит почти 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Мы планируем, что с учетом всех перипетий, сложившихся этой пандемией, разной задержки всевозможной, мы сможем к концу этого года запустить этот завод. Мощность этого завода будет 15 тысяч тонн в смену, в одну или 700 тысяч голов убоя в одну смену. Если говорить про две смены, то это практически 1 миллион 400 тысяч голов. Это огромная цифра. Это цифра на сегодняшний день сопоставима с 10% всего объема скота, который есть на юге нашей страны. Развитие овцеводства в республике, как и в целом животноводство, одно из самых приоритетных направлений. И мы сегодня делаем первые шаги и уже видим результаты, сказал глава республики. Видим конкретные шаги и результаты того, что сегодня делает компания Даматэ на территории нашей республики. Вот здесь, на этом откормочном предприятии будет работать 150 местных жителей. Мы хотим выйти на объем производства приблизительно 15 тысяч тонн на первом этапе баранины в год. Да, с возможностью потом удвоения. Это действительно полный проект, вся вертикальная интеграция. Это будет от генетики. У нас планируется размещение здесь даже баранников, от корм. Что нам очень важно, что это полная кооперация с фермерами. Потом в этой цепочке фермеры – это ключевое звено. Привлечение к реализации проекта местного населения, использование колоссального опыта в овцеводстве, приведет к формированию целого класса современных фермерских хозяйств и сыграет свою положительную роль в повышении занятости и уровня жизни сельского населения, говорили на мероприятии. Пусть другие регионы сильно не завидуют, но это было создано так исторически, что есть карачаевский черный баран. Это бренд, который может быть даже и в мировом масштабе займет свою нишу. Потому что действительно вкусный продукт. Это очень качественный и вкусный продукт. Продукция Дамате реализуется по всей стране от Калининграда до Владивостока и экспортируется за рубеж. Технология на новой ферме будет соответствовать уже успешно опробированной на других площадках компании. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Крачево-Черкесия, поселок Ударный. Затем Рашид Тимрезов провел прием граждан. К руководителю региона обратились 8 человек. Самые значимые и интересные моменты встречи в репортаже о Аладинаевой. Встретиться с жителями в среднюю школу поселка Ударный приехал глава республики. Но вначале педагоги пригласили Рашида Тимрезова посмотреть музей. Учитель истории и общества знаний Олеся Татенко показала экспонаты и рассказала, какой материал еще собирается. Затем глава республики направился в кабинет для встречи с жителями. Первой на прием к Рашиду Тимрезову пришла Татьяна Григорьевна. Да вот ходят эти разговоры, что каждый закроет больницу, закроет больницу. А у нас ведь 7 поселков еще лечится в этой больнице, кроме нашей больницы, понимаете? Этот вопрос не стоит. Я вам говорю, что ее закромать никто не будет. Нам бы еще сюда врача и лаборанта. Сейчас, чтобы лечь в нашу больницу, нужно ехать на анализы в Кавказский, пройти там анализы, потом попасть к терапевту, потом она напишет направление. Мы можем договориться так, вы же можете и выездные, и анализы брать. Но это значит, что выездные. Чтобы люди, особенно пенсионеры, не ездили, чтобы сюда приезжать, брать анализы. Рашид Тимрезов заверил Татьяну Григорьевну, что участковая больница не закроется и продолжит обслуживать местное население и будет обеспечена выездной лабораторией. К главе республики с вопросом благоустройства территории двора обратилась и многодетная мама. Екатерина Викторовна рассказала, что летом в поселке по улицам Комарова и Комсоморской были проведены работы по замене водопровода и было повреждено асфальтовое покрытие. А дорога эта обрамляет несколько детских площадок. А тут выяснился еще один интересный факт. Екатерина Викторовна, у вас в один день день рождения, как и вместе с главой районом. Да? Да. Да. Такой день еще, 9 мая. Поэтому, конечно, не хотят. Да, вот я думаю, что к 9 мая, в принципе, постараться можно и успеть все сделать. А Магомед Игоревич детскую площадку новую. Да? Да. Площадку подарят с такой прорезиненной основой. Правильно? Правильно. Спасибо вам. Да, спасибо. До свидания. Поселок Ударный, городского типа, и я видел их спортплощадку, и это никуда не годится. И жителям нужно новое, сказал Рашид Семрезов. И главой республики было принято решение построить новую спортивную площадку для игровых видов спорта. И соответствующее поручение Рашид Семрезов дал министру спорта республики. Я думаю, что надо с площадки начать, с которой, ну, универсальная спортивная площадка, в которой есть опыт большой у нас по их возведению. Поэтому мы давайте фиксируем какие-то определенные сроки. Старайтесь со следующим годом, а проект по осени сделано успеем. Мы тоже старайтесь, если их делать, чтобы дети летом до вечера могли играть, со свещением. С ремонтами, загороженное, универсальное покрытие, вот это хорошее. Ну, вот так вот, в общем, устраивает так вот. Вот так. А мы зафиксируем это. Спасибо вам большое. Всего самого доброго. Удачи. Расположенный на восточном берегу Большого Ставропольского канала, поселок Ударный возводился одновременно со строительством электростанции для работников ГЭС в 1961 году. И этим летом жители будут отмечать юбилей поселка. 60 лет поселку, мне кажется, надо такой подарок в виде спортивного объекта, то, что сейчас проговорят, и по ДК. Определяемся так. Если объем работ не очень большой, вы в этом году делите. Если нет, в следующем году, в любом случае, вы его завершаете. В рамках приема граждан с просьбой о ремонте сельского дома культуры обратилась художественный руководитель ДК Ударного. Данный вопрос также получил положительный ответ. А еще в ходе общения с жителями было принято решение включить два многоквартирных дома, расположенных в Ударном, в программу переселения из аварийного и ветхого жилья. От федеральной дороги поселок отделяет 13 километров. И глава республики во время поездки в Ударный обратил внимание на качество дороги и поставил задачу перед соответствующим ведомством провести ремонт проезжей части. И это будет еще одним подарком к 60-летию поселка Ударный. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. В республике продолжается прививочная кампания от COVID-19. Корреспонденты Вестей стараются охватить все населенные пункты Карачаева-Черкесии, показывая, как проходит вакцинация. На этот раз съемочная группа побывала в поселке Архыс, которая в горнолыжный сезон принимает десятки тысяч туристов, поэтому находится в особой зоне риска. Фатима Даурова на месте побеседовала с заведующей ФАПом и узнала, как люди относятся к вакцинации. Зимфира и Даира – две соседки. Привыкли все делать вместе. Если надо помочь, то вдвоем и дело спорится быстрее. А нужно принимать решение насчет здоровья, то и вопрос выносится на общее обсуждение. Вот и решили быть прививки от коварного ковида. Пока ждут своей очереди, женщины делятся с односельчанами опытом перенесения первого укола. Ничего, никакой температуры не было, ничего не было у нас. Все пообошлось. И в Ростов съездила, полечилась. И приехала, вот позавчера приехала, и вот вторую вакцинацию делала. Долго настраивались вообще на вакцинацию? Да нет, мы быстро с ней. Давай пойдем. Первые пришли, сделали. Потом за нами пришли, тоже сделали. Хотела бы сказать всем, сознательным, людям, которые, вот, ну, вирус же не игрушка какая-то. Пускай и прививаются, а сейчас и бесплатно, и хорошо. Потом что будет, не знаем, но желаем всем, чтобы все это поняли и делали прививки. У вас никаких проявлений не было? Нет, нет, нет. Ну, сказали, аппетита не будет. У меня наоборот. Поселок маленький, все знают друг друга на лицо. Но в туристические сезоны он наполняется отдыхающими. Население возрастает в два, а то и в три раза. Поэтому риск столкновения с COVID-19 очень высок. Местное население понимает, что лучшая страховка от болезни – это своевременная вакцинация. В поселке вакцинация проходит активно. Жители подходят на местах, более старший возраст мы делаем, на дому. Вроде первая вакцинация прошла успешно, 20 человек привились. До этого тоже прививались человек 30 учителя. Ну, вроде все довольны. У них должно быть самосознание. Я думаю, они сами все понимают и добровольно подходят и прививаются. Вакцина хорошая, никаких реакций ни у кого не было. Все довольны. Как отмечают медики, большую активность вакцинации проявляют люди среднего и преклонного возраста. Молодежь в основном пока воздерживается в этом вопросе. И пример двух подружек, соседок Зимфира и Даиры, может стать мотивацией для тех, кто до сих пор полагается на привычное мышление. А вось меня пронесет. Фатима Даурова, Расул Берде, Вести, Карачаева, Черкесия, Архиз. Прямо сейчас реклама, позже мы продолжим выпуск. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru Или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Хирургия катаракты и глуком. Автальма. Телефон в Ставрополе. 33-33-22. Ангажемент. И ваш диван всегда будет чистым. Последствия праздничных ужинов. Пролиты соки и кофе. Следы шоколада. И все. Нипочем. В апреле. Легко чистящиеся диваны в ткани Rolex. Со скидкой 30%. Мебельный салон Ангажемент. Город Черкеск. Улица Октябрьская, 392. Хирургия катаракты и глуком. Автальма. Телефон в Ставрополе. 33-33-22. В государственную телерадиокомпанию Карачаево-Черкесия требуется звукорежиссер со знанием и опытом работы с микшерными пультами и программами. Обращаться по адресу. Черкесск, улица Красноармейская, 51. Или по телефону. 2204-75-2205-47. Внимание жителей республики! В период с 13 по 15 апреля проводятся командно-штабные учения. В учебных целях в 10.00 13 апреля будет кратковременное включение сирен и громкоговорящих устройств. Просим граждан республики сохранять спокойствие. К печати готовится новая книга общественного деятеля Шарафуддина Узденова, посвященная карачаевской лошади. Также по его инициативе в Кисловодске состоится выставка работ известного художника Ольги Бабенко на тему карачаевской лошади. В жемчужине Кавминвод с Шарафуддином Узденовым встретилась наш корреспондент Шерифат Лепшокова. Шарафуддин Сагитович, мы с вами находимся без преувеличения любимым миллионами людей вместе в Кисловодском национальном парке. Для сердца каждого карачаевца это особенный город. Нарсона – часть истории народа. А что для вас значит этот город? Этот город дорог, потому что это история моего народа. Мы не диаспора в этом городе, мы древние жители этих мест. Город Кисловодск находится в Кисловодской котловине, так называемой, где еще в 1858 году государственная, царская статистика гласит, что на этой территории находились 300 животноводских кошей, хуторов карачаевских. Разве это животноводство было во все времена, с древности. Шарафуддин Сагитович, я знаю, что этот город для вас особенный еще и потому, что в 1958 году именно сюда прибыл эшелон, где, да, вы прибыли сюда вместе со своей семьей. Расскажите о том. Город Кисловодск, в 1958 году прибыл сюда вместе с родителями, вместе с остальным народом, вторым потоком возвращения карачаевцев на свою родину. Первый поток, вы знаете, 1957 год, 14 лет мы называем, а мы 1958 год, мы прожили 15 лет в Средней Азии, в Казахстане. Вот. Ну, Кисловодск еще знаменателен и тем, что здесь была столица и административный центр Карачаевско-автономной области, округа в области с 1920 по 1927 год до образования нового города под именем Микоян-Шаха. А с 1922 года был образован Малокарачаевский район, где он просуществовал до поселения в ноябре 1943 года. Многие вот отрасли района, они находились до 80-х годов. И на рубеже 19-го, 20-го веков была создана гильдия карачаевских купцов и помещиков. Не самый богатый, но очень такой всесторонне развитый человек, в Узденов-Кюркес, он возглавлял эту гильдию. Но между ним и Самой Морозовым был договор о совместной деятельности. Так вот, с позволения сказать, настолько эффективно этот договор использовался, что карачаевцы в скором времени узнали пол-Россия. Пол-Россия. Дело в том, что еще в те времена, царские времена, была сначала Карачаевская слабода, после него назвали улицей Карачаевской в Самаре. И сегодня в интернете вы найдете одну из центральных улиц, которая называется Карачаевская. Я вот в этом году выяснил, оказывается, Усман Касаев тоже призывался отсюда. Я знал, что там Галаев, этот Канамата Вожу, который был представлен за Нью Героя Советского Союза, но так-то и не получил. Они все, вот эти известные герои, многие, вернее, многие призывались отсюда, с этого города, потому что ОПЛ с полком, ОКР с полком, РАЙ с полком и так далее находились здесь. Искафету, это вот славная история нашей, взяли в руки, как говорится, Токаевенвер, лауреат Государственной премии СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации, Тамбиева, Аминат ее дома зовут домашняя, а так Ольга Ахматовна, она автор вот этого триколора, который рисуют наши асы, летчики во время государственных праздников над Красной площадью. Это автор Карачаевка, Кисловачанка. Будет нас министром сельского хозяйства республики, вы побывали практически во всех отдаленных районах Карачаева, Черкесии. Я думаю, что ваш личный опыт вы использовали и в издании книги, книги путеводителя, Кисловодск-Очкулан. Сейчас вы очень много занимаетесь популяризацией карачаевской породы лошадей, как части культуры народа. Расскажите об этом поподробнее. Ну, до министерства еще, конечно, я знал республику и бывал, и горы, и людей, и особенно у людей. И сегодня мои корреспонденты, с позволения сказать, это главным образом старики у нас, и в Кабаринобалкарии, и, конечно, ученые из Нальчика, и ученые наши из Черкесии и Карачаевска. Я их знания использую, прежде всего, их знания, их профессионализм. Это, видимо, человек с возрастом, еще больше желания просыпается в нем, чтобы побольше познать, побольше узнать. Вот у меня тоже такая пора, видимо, наступила. Поэтому занимаюсь этим делом. Но одно дело желать, одно дело за справедливость. Дело в том, что мы, когда вернулись со Средней Азии, это в один день мы не перестроились. Мы надо было многодетным семьям, а мы все были таковыми, заниматься картошкой, забросили сады. Почему картошкой? Потому что нас надо было одеть, и осенью уже что-то продать, и одеть нас надо было. Картошку посадили, осенью продали, одели нас, подготовили к школе. И так это длилось некоторое время. Нам, нашим ученым, не до культурного наследия нашего народа было. У нас культурное наследие, мы осколок огромной цивилизации. И в этом нету сомнений. И один из ярких таких направлений культурного наследия – это наша лошадь. Впервые лошадь упоминается в Нартовском и опасении. Я работаю над тем, чтобы сделать выставку из работ великолепной, потрясающей фотохудожницы Ольги Бабенко. 25 лошадей мы ее фотографии отобрали из многих сотен. И делаем выставку. Мне хочется, чтобы побольше людей, которые приезжают сюда, в этот курорт, они уносили с собой впечатление о карачайской лошади. Там написано кличка, кто коневладелец и так далее. Второе направление – это более быстротечные. Это основополагающая книга. Мы издавали книгу о трех восхождении на Эльбрус, на наших лошадях. Сейчас пять восхождений мы описали со своим товарищем, перевели его на английский язык. И более того, редакцию сделали британскую в Лондоне. Вот эта книга готова. Ну, я еще и схожу, конечно, из соображений таких, чтобы она была востребована, не просто удовлетворить свои желания, а востребованной, чтобы была. Поэтому мы включили опять туда, вот сейчас, буквально на днях мы отдаем печать, и там будет порядка 250 страниц формы А4. Громоздкая, достаточно тяжелая книга, но там потрясающие фотографии карачаевской лошади. Вы очень занятой человек, очень много работаете, у вас семья, а это всегда заботы. Но вы очень много занимаетесь общественной деятельностью, занимаетесь популяризацией карачаевской культуры, издаете книги, готовите различные выставки. В вашей душе вот так же горит огонь, и этот огонь вы передали своим детям. Ваша дочь Ирина Узденова, известная поэтесса и прозаик, совсем недавно ее именем было названо «Звезда в созвездии Девы». Вообще поэзия – это всегда было неотъемлемой частью карачаевского народа в той или иной форме. Я думаю, вы со мной согласитесь. В карачаевской поэзии, наверное, нету поэта, где не сказано о лошади. Конечно, в первую очередь, наши фронтовики поэты, которые погибли, к сожалению, о карачаевской лошади писали. И Токтар, Бурлак, и Магомед Урусов. О природе нашей великолепной, как на русском языке, о Кавказе писал Лермонтов, примерно так, Каракотович сан написал, да? Ну, Ирина тоже, как бы, наверное, следуя таким карачаевской поэзии, традиции карачаевской поэзии, хотя она пишет на русском языке только. Вот она тоже написала ряд стихотворений и даже писем, посвященных карачаевской лошади. И награды ЮНЕСКО, и есть награда, медаль Кайсюна Кулиева, и так далее. Есть награда нашего парламента, Карача, Ланхав, нашего научно-исследовательского института. Главное, нам беречь, надо культурное наследие. Недавно мой друг Глашев Ахмад Алибиевич, известный в стране тюрколог и за рубежом тоже, в мире, он рассказывал, показал мне книгу, которая была издана в начале 9 века. Она рунами написанная книга, ученый, как ими. Он эту книгу нашел в Лондоне и перевел его на турецкий язык. Почему на турецкий? Потому что он совершенно все владеет, этот русский человек, турецким языком. Ахмад же, посмотрев, почитав перевод, пришел к выводу, что на турецкий язык у него заимствований очень много. И он не может отразить, отобразить то, что на древнечурском языке написано. И он вот эту книгу сейчас заканчивает перевод на карачаево-балкарский язык. Спасибо. Спасибо вам за интервью. В доме музея Исламбик Рыншамхалова в Тиберде состоялось награждение лауреата в медали князя-просветителя. На этот раз форум по проблемам развития культуры карачаево-балкарского народа собрал номинантов за 19-е и 20-е годы, так как мероприятие не состоялось из-за пандемии. Ахмад Халкетчев подробнее. Эти крымшамхаловские чтения проходили с целым рядом особенностей. Так, первую часть форума с выступлениями, докладами и научными сообщениями участников было решено оставить в удаленном формате. За всю историю чтений еще не было, чтобы в один день медали получили 12 лауреатов. Кандемии мероприятие в прошлом году не состоялось. На награждение пригласили номинантов за 2019-е и 20-е годы. Оказалось, что и в прошлом году деятели культуры в широком смысле культуры, деятели культуры, они работали во многом беззаветно отдаваясь той работе, тому труду, той профессии, которую они себе избрали. И были в 2020 году очень крупные события в этом плане. большие достижения, которые не могли не быть отмеченными вот такой наградой. За вклад в развитие кратчаево-балкарского народа в 2019-м году медали князя-просителя Исламбикра Мжамхалова в номинации «Общественная деятельность» эксперты наградного комитета чтений присудили Ларисе Апаевой и общественной организации «Белая речка» из Кабардино-Балкарии. В номинации «Искусство» семей Амина и Марины Узденовых из Кисловодска и Ибрагиму Занкишиеву из Кабардино-Балкарии. В номинации «Литература» тоже оказалось два лауреата Белялу Апаеву за трилогию «Крылья народа», которую он выпустил в 2019-м году. К сожалению, в начале этого года Белял Дубаевич ушел из жизни. Медаль за отца получил младший сын Мурат. Ну а директору Ногайского театра Валерию Сеперевичу Казакову медаль присудили за отражение исторической трагедии Крылья-Балкарского народа в драматургии. У меня повесть там «Бессмертный полк» по повести. И, значит, сделали его пьесу, сделали пьесу на грант главы, называется «Тандр шуньцё» Ну или же если погасит очаг. Это о том, что во времена переселения, когда карачайцев депортировали, и в этот момент Ногайцы, как братский народ, получается, как бы драмой двух народов. Драма отъезжающего и драма отостающего. который остается, там лишается своих родственников, а эти лишаются своей родины. За труды в 2020 году в номинации «Литература» награждены Хусей Бачиев за замечательный образец мемуарного жанра на родном языке книгу «Пусть не померкнет в памяти народа» и Борис Уртенов за изданную в 2020 году книгу «Мы у жизни в гостях». Ну а в номинации «Наука» за прошедший год оказалось три лауреата. Это Борис Тимукаев, издавший «Семитомник» историко-документальных источников «Балкария. 20-й век». Ахмат Глашев, завершивший трилогию по этнической истории «Хазари» и «Алани». Ну а третью медаль в этой номинации получил Султан Астаков за успешное завершение историко-социологического проекта книгу «Северный Кавказ. Этническая депортация глазами очевидцев». Актуальность этой книги заключается в том, что уже люди фактически умерли, которые могут вам рассказать что-то. А мы его собирали более 25 лет. Так что мы успели собрать память народа, людей, которые сами почувствовали эту беду. Ну а в номинации «Общественная деятельность» медал «Исламбик» Крымшамхалова присудили коллективы благотворительного фонда по социальной поддержке малоимущих славев населения территория Милосердия 0,9 за проделанную работу в многослужных условиях пандемии. Ахмад Халкечев, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия, Тиберда. С открытием Дома культуры в ауле Кубина и после пандемии культурная жизнь набирает обороты. Жители аула уже успели оценить достоинства нового ДК. Работают кружки, дети активно занимаются творчеством. Репортаж Альбины Ламковой. Дом культуры в ауле Кубина был построен в 1967 году. Со временем здание ветшало и разваливалось. Поэтому было принято решение о его реконструкции, чтобы очаг культуры не погас окончательно. Теперь здесь жизнь другая. Это современный центр, где можно заняться и саморазвитием. Подробности мы сейчас узнаем. В Старом ДК не было хореографического зала. И только сейчас его необходимость оценили работники культуры. Это говорит и его популярность. Помещение не пустует и даже переполнено. Наступил момент, когда желающим приходится отказывать от зачисления. Дети хотят приобщаться к культуре, учиться вокалу и хореографии. Танцевать так-то не сложно, но бывают и сложные элементы. Но если не получается, все равно надо продолжать и никогда не бросать это дело. Нравится кабриалки, танцевать, потому что они веселые. Я очень люблю заниматься танцами, потому что это очень красиво. Возраст детей младшей группы хореографического кружка от 5,5 лет. На занятиях дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память. С раннего возраста у ребят формируется красивая походка и правильная осанка. Затем участники младшей группы могут перейти в старшую. Для них работает ансамбль «Абаза». Сейчас у них плотная программа в подготовке к конкурсу фестивалю «Магия танца». Он состоится в апреле. В начале этого года набрали группу детей для обучения игре на дауле. Для этого закупили музыкальные инструменты и специальные стулья. Чтобы хорошо играть на нем необходим не только слух, ловкость рук, но и большое желание. Когда был маленький, увидел, как играют на барабане, мне понравилось, я пришел сюда обучаться тоже играть. Хочу стать профессионалом в этом деле, чтобы радовать людей своей игрой. Спросом у населения пользуется и просторная светлая библиотека. Она никогда не пустует. Здесь есть доступ к интернету. Спору нет, что прежний дом культуры уступает новому, заметила директор дома культуры аула Кубина Маринета Апсова. Реконструкция здания позволила увеличить число посетителей и расширить перечень кружков по интересам. Сейчас их шесть. Возраст посетителей разный. Конечно, преобладают дети. Взрослые у нас тоже есть. Вот у нас вокальный кружок есть, в котором мы сохраняем наши культурные ценности. Вот развиваем вокал, чтобы не забывались песни наши народные, абазинские. Ведется активная работа по подготовке различных мероприятий, концертов, культурных тематических вечеров. Обычный сельский дом культуры превратился в настоящее место встречи молодежи и активистов. Развитие народного творчества и организации досуга. Именно эту цель и преследовала Маринета Апсова. Для нее эта работа давно перестала быть просто исполнением своих служебных обязанностей. Это образ жизни. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Корчаево-Черкесия, Абазинский район. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе событий недели. Я благодарю вас за внимание и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин десятых процента годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский Индустриальный Банк. Хирургия Катаракты и Глуком. Автальма. Телефон Ставрополя. 33-33-22. Ангажемент и ваш диван всегда будет чистым. Последствия праздничных ужинов, пролитые соки и кофе, следы шоколада и все нипочем. В апреле легко чистящиеся диваны в ткани Ролекс со скидкой 30%. Мебельный салон Ангажемент. Город Черкеск. Улица Октябрьская, 392. Хирургия Катаракты и Глуком. Автальма. Телефон Ставрополя. 33-33-22. В государственную телерадиокомпанию Карачаево-Черкесия требуется звукорежиссер со знанием и опытом работы с микшерными пультами и программами. Обращаться по адресу Черкеск, улица Красноармейская, 51 или по телефону 2204-75 2205-47. Внимание жителей Республики! В период с 13 по 15 апреля проводятся командно-штабные учения. В учебных целях в 10.00 13 апреля будет кратковременное включение сирен и громкоговорящих устройств. Просим граждан Республики сохранять спокойствие. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok